Друзья, привет! Я надеюсь, вы по мне уже соскучились. Практически два месяца не было никаких спортивных роликов на моем канале. Я выступал в соревновательный сезон и решил сделать немножко перерыв, сконцентрироваться на другие вещи, которые меня сейчас интересуют. Это семья, бизнес, фондовый рынок. Но сегодня я хотел бы рассказать о том, как я живу, сколько спорта еще пока присутствует в моей жизни. О чем будет сегодня ролик? Во-первых, мы пообщаемся с нашим тренером, с Игорем Гостюниным, с вашим, с нашим, с моим тренером, чтобы узнать, какие у нас планы на дальнейший соревновательный сезон. Что мы отдыхаем сейчас, не отдыхаем, когда начнем подготовку, что можно делать, что мне нельзя. Это раз. Второе. Я расскажу непосредственно о текущем положении дел, как я питаюсь, как я тренируюсь, какие БАДы я использую. И для вас есть небольшой сюрприз. Наверное, даже два сюрприза. Первый сюрприз. Кто за мной наблюдает давно, кто подписан на меня, особенно в Инстаграм, знает, что я периодически занимаюсь единоборствами. Сейчас, так как до соревнований еще далеко, у меня есть небольшая потребность заняться и единоборствами. Сегодня я решил взять мастер-класс у одного из самых топовых российских боксеров всех времен и народов. Кто именно, вы узнаете чуть позже сегодня в ролике. Сегодня проведет он со мной мастер-класс. Надеюсь, я что-то еще запомню. Но второй сюрприз. Я прокачу вас на очень красивой и интересной машине, которая дарит много эмоций. Поехали. Начнем с питания. Сейчас у меня межсезон. Соответственно, я могу есть все, что захочу. Но почему бы не воспользоваться прекрасным сервисом Level Kitchen, основателем которого я являюсь. Мне курьер раз в два дня привозит такой пакет. В нем рацион на два дня. Это 2500 калорий. Это выглядит круто. Это пахнет круто. Но еще лучше это на вкус, поверьте мне, друзья. Далее. Что у меня по БАДам? Добавка номер один. Очень важно. Я пью практически круглый год, особенно, когда нам не хватает солнца. Конечно же, это витамин D3 и К2. Солнца нет, обязательно мы его пьем, для того, чтобы сохранить здоровье и иммунитет в хорошем состоянии. Следующий. Хелат. Железо. Ферм. Это у нас железо. Для хороших показателей крови. Хелат магния. Магний B6. Для чего все эти БАДы нужны? Сейчас гуляет коронавирус. Я читал разные исследования, в которых было сказано, что именно эти микроэлементы нужны нам для поддержания высокого статуса нашего иммунитета, чтобы он боролся с вирусом. Удивительно. Ничего не хочу загадывать. Но я не болел весь прошлый год. И вот начался этот год. Я тоже не болею. Хотя на улице у нас минус 20 сейчас в Москве. Я все чувствую прекрасно. Хожу по улице, гуляю с ребенком и тут не заболел. Я думаю, что эти БАДы мне в этом сильно помогают. Также очень важный БАД. Вы знаете, я про него всегда рассказываю. Это Омега-3. Чем этот важен БАД? Также поддерживает нашу иммунную систему. Мы помним, что клетки иммунной системы, клетки нервные у нас состоят из жиров. Омега-3 это один из самых полезных наших жиров, который помогает поднять хороший уровень холестерина и опустить плохой уровень холестерина. Ну и безусловно, витамины. Зима самое лучшее время их приема. Ну и на тренировке я использую БЦА, Эксплоуд, самый популярный продукт от Олимпа. Самый лучший, разные вкусы и Кока-Кола. Сейчас я куплю, например, Пайн Эпл. Это ананас. Небольшое совершенно количество БАДов, сколько здесь, 6 штук, которые я использую на повседневной основе каждый день в течение всей зимы. Но сейчас слово предоставляю своему тренеру Игорю Гостюнину. Игорь, расскажи, пожалуйста, о наших планах спортивных на этот год. Друзья, всем привет! С вами Игорь Гостюнин. И вопросы, вопросы, вопросы ваши. Будем ли мы работать с Денисом дальше или нет? Хотя это можно было узнать 20 раз на наших аккаунтах в Инстаграмах. Но, повторимся. Форма получилась. Нас всех устроила совместная работа. Мы нашли общий язык. И результат нас полностью устроил. Соответственно, мы продолжаем работу и будем готовиться к осеннему сезону. Ноябрь-декабрь. Что сейчас происходит? Сейчас Денис находится на восстановительном периоде. То есть у него такой период отдыха. Но он не отдыхает полностью от тренировок. Он продолжает тренироваться. И занимаемся вопросами восстановления здоровья. Ничего серьезного. Все планово. Как все было четко распланировано. Нужно было убрать небольшую проблему с гинекомастией. Это было пофиксено. И сейчас небольшой такой период восстановления. Но Денис продолжает тренироваться. Такой период продлится вплоть до начала лета. То есть тренировки, питание, режим. И небольшие хотелки Дениса могут позволяться в этом промежутке времени. Денис очень хочет тренировки ММА. Ему это нравится. Но пускай, думаю я, лишь бы не было никаких травм. И плюс это разгрузить немножечко его мозг. Это хорошо для психики. Чуть-чуть разгрузить себя от железа. И для Дениса это необходимо. Нужно понимать, что у каждого атлета свой ритм жизни. Свой режим жизни. А Денис хочет успевать не только выступать на высоком уровне. Но хочет и развиваться в других сферах. Ну и в принципе, чтобы жизнь была интересной. Ему уже не 20, не 25 лет. Когда только одни соревнования. Соревнования и еще раз соревнования. Хочется в жизни делать и видеть еще другие вещи. Мы нашли общий язык и решили начать подготовку с начала лета. Но уже полноценная. Без разгона. Без восстановления. Денис уже будет полностью восстановлен. И мы будем планомерно готовиться в течение 6 месяцев к осеннему сезону. Будет новая форма. И будет естественно обратная связь от Дениса. Где он будет рассказывать о своей подготовке на новый соревновательный сезон. Игорь, спасибо большое за развернутый ответ. Ну что, друзья. Настало время собираться. Собирать свою сумку. И ехать на тренировочку. Погнали, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья. Едем. Едем на тренировку. Наверное, вы уже заметили, что я еду. Не в своем BMW X6, который уже давно в жене подарил. И даже не в своем S-класс купе. В беленьком, красивеньком салоне. А еду в черном. На черном. Что за машина? Эта машина дарит эмоции, друзья. Знаете, я уже... Парень не молодой. У меня уже 40 лет. Эмоции разные в жизни я испытывал. Но когда я сел за руль этой машины. Проехал. Нажал на тапку. Со всей мощи. Я понял, что эта машина подарит мне эмоции, которые я давно не испытывал, друзья. Просто едешь и кайфуешь. Почему-то все вокруг, когда ты на ней едешь, они разбегаются в стороны. У тебя на дороге. Думают, ну и вон нахер. Тачка за 20 миллионов едет. Лучше отъехать в сторону. Не дай бог ей бампер поцарапать. Не надо. Поэтому за ней ездить приятно на ней. Нажимаешь на газ и сразу бьет вперед. Вот так вот делает. Вот так делает. Что мне нравится эта машина по эмоции? Во-первых, офигенная посадка. Даже перед тобой крузак 200 едет. Ты видишь через его крышу. Настолько она высокая машина. Ну вот это раз. Второе. Сейчас снегопад в Москве ужаснейший. Здесь просто в любую можно заехать в передрягу. У нас, особенно в поселке, там тяжело убирать. Потому что снегоуборочная техника не может там проехать. Просто спокойно выезжал из любого сугроба в поселке. Вот. Это комфорт. Прошлые гелики, это просто табуретки были. Честно, моих друзей были тоже 6,3. Давали мне покататься. Но это просто машина из прошлого века. Все там кряхтит, как-то скрипит. Мультимедиа вся далеко не новая. Здесь же они что взяли? Взяли тот брутальный гелик и запихнули внутрь всего Т-С-класса практически. Такая же приборная панель с огромными двумя дисплеями. С красивыми, с очень четкими. Хорошая звуковая система. Бурмистер стоит, честно, даже лучше, чем у меня в С-классе, мне так кажется. Управляемость, наконец-то. Нормальная руль, нормально тебя слушается. Единственное, конечно, по скользкой дороге, как ты только на газ нажимаешь, просто машину надо сразу ловить. Ее просто вот так во все стороны начинает кидать. Ты ее ловишь и едешь прямо. Здесь стоят мультиконтурные сиденья, тоже как в С-классе, то есть с боковой поддержкой. Если ты поворачиваешь, у тебя поддувают спинки. Вот сейчас, кстати, камера включилась. Очень удобно круговой обзор. То есть она тебе показывает со сторон. Если ты куда-то к чему-то подъезжаешь, обязательно камеру принудительно включает и показывает, чтобы ты не зацепил препятствия. Очень удобно. Также все эти системы безопасности мне очень нравится. Контроль полосы. То есть если ты руль отпустил, машина уходит из полосы, она ее возвращает. Очень важная функция, которая мне больше всего нравится, это контроль до впереди едущей машины. То есть если ты слишком быстро к ней подъезжаешь, сначала идет звуковой сигнал, а потом машина сама тормозит. То есть ты, если случайно, не знаю, заснул за рулем, отпустил тормоз и нажал на газ, то машина становится перед препятствием. Очень безопасно. Ну, вот так же там еще, соответственно, парктроники, обзор 360. Ну, здесь много функций. Еще одна функция, которую я вообще впервые в машине увидел, это такая функция, не знаю, развлекательная система. В общем, можно выбрать одну опцию. Что произойдет? Она включит светомузыку, включит музыку, которая уже в память прошита, и включит тебе массаж сидений горячими камнями. И то есть такой релакс получается. То есть ты можешь остановиться, то есть в дороге, когда ты устал, вот, включить эту функцию. Типа, музыка расслабляющая, массажик, вот, светомузыка включается, и ты чисто отдохнул, кайфанул и поехал дальше. Удивительно, особенно для машины такого, как бы, класса. И что по поводу расхода? Топлива. Я боялся, что здесь будет 25-30 литров все-таки. Здесь V8 Biturbo, 565 лошадей. Но вот сейчас мне показывают 18 литров расход. Такого смешанного цикла, что, в принципе, очень-очень даже мало, я бы сказал. Единственное, что еще не нравится, это дворники, потому что здесь дворники очень простецкие, как на самой дешевой машине. Восплассе, пускодворники системы Майтвижн стоят, это когда из самих дворников льется, из сопел льется жидкость прямо перед тем, как он двигается. То есть нет разгрызгивания воды во все стороны, соответственно, вода экономится, и в-третьих, сопла, они там тоже подогреваются. То есть даже зимой ты их включаешь, и из них вода льется. Здесь же просто, я не знаю почему, они поставили самые дешевые дворники, мне не очень нравится. В общем, мне очень нравится здесь руль. Руль последний здесь стоит. Очень он многофункциональный, очень удобный, прям такой, не знаю, как это слово называется. В общем, его очень удобно в руках держать, прям ты берешься и понимаешь, что ты взялся там, где тебе нужно. Плюс подрулевые переключатели, лепестки, соответственно, скорость менять, если хочется в мануал перевести коробку. В общем, едешь, кайфуешь, получаешь просто удовольствие. Отваживай. В общем, друзья, эта машина не моя, это машина моего оператора, Жанна, который сейчас это снимает. Просто я ему так много плачу денег, что знаете, как на сэкономленные деньги, просто он их все время откладывал, откладывал, не тратил. Вот он купил эту машину и дал мне сегодня ее немножко потестировать. Спасибо тебе, Жан, большое. Начали без остановки работы. Моменты будут приходить, когда будет больно. Хотя бы на первое свое ощущение, так называют, забейте. Больно, блокируете боль, переходите этот этап. Итак, друзья, тренировка сегодня с Константин Зюк, как я уже говорил. Сегодня также, помимо меня, здесь еще ребята, которые бьются на голых кулаках. Сейчас очень популярная тема, А ты можешь говорить и работать. Удары снизу, да. Это разминочка такая. Называется, зачем придумывать велосипед, если он придуман уже. Это у нас подготовка к работе. Статик одна из методик подготовки бодибилдеров, особенно тех, кого есть противопоказания, связанные с травмами ничего пояса или какого-то другого сустава. Но я так не тренируюсь, потому что, слава богу, травм нет. Поэтому я даже просто самоуинтересно, смогу ли я выдержать всю эту тренировку, не поднимая, не опуская веса, а просто держа руки в напряжении. Посмотрим. Так, а цель-то какая? Можно понять? Прорабатывать мышцу. В этом смысле прорабатывать? Чтобы было хреново ей. А зачем? А это, вот я говорю еще раз, то, что я говорил, умение, вот то, что в самом начале сказал, в боксе такая вещь, когда приходит момент, когда ты не можешь. Мы же, за счет того, что гантели маленькие, ты не повредишь мышцу, ты не повредишь ни сустав, ты просто работаешь ее, загоняешь ее в тот некомфортные условия. Я могу ошибаться, но мне кажется, в первую очередь, функционалка откажет, нежели чем одна какая-то мышца. Ну, у меня же, как функционалка? Ну, сейчас же функционалки у нас не работают, мы все тут дышим. А как? Вот, смотри, еще раз говорю, вот мы работаем на мешке, вот я вот в этой скорости. Не, на мешке там все тело работает, вы вкручиваетесь, а здесь мы одной рукой стоим, делаем. Ну, мы сейчас другое доделаем. Мы сейчас, вот сейчас, вот видишь, заменение, опять понимаешь, я, может, это я ошибаюсь, но это работало для меня, во время моей работы, в любой подготовке, которую я делал, я включал вот эти комплексы. Вот эти упражнения, это же чисто для проработки трицепса, да? Если мы говорим в комплексе их делать. Ну, слово проработка трицепса, это все-таки отношение к моему спорту имеют. Ну, да. В боксе никто никакого мышца отдельно не прорабатывает, потому что одна мышца в боксе не работает. Я прорабатывал отдельные мышцы. Нет, в том смысле, что в момент боя всегда все же мышцы работают, нельзя одной мышцей какой-то работать. А это в процессе подготовки, я говорю, вот мы готовимся к какому-то бою, да? У меня этап, первый этап подготовительный, второй этап, это работа с железом, причем огромная как раз проработка на все мышцы. У меня, знаешь, больше двух мышц я в день не делал. Только за счет, вот я думаю, что только за счет того, что вот я научил свою голову переходить вот эти барьеры, вот я научился делать, вот на мешке работа, вот я говорю, час сорок пять, самое большое, без остановки. Я научился блокировать эту боль, со скоростью 3-5 ударов в секунду я могу бить и говорить одновременно. Я уже не чувствую это нагрузкой. А для многих это будет плохо. Отказывает, видишь, отказывает мышцы работать. Да, мышцы в другом режиме привыкли работать, отказ быстро. Слушай, ну как бы да, то есть по пампинг у нас это 50 секунд поработать, а не 10 минут без остановки. 25 минут без остановки работают, это, конечно, функционалка не очень, но просто плечи отваливаются, ты кантели не можешь держать. Кайф, хорошая размячка. Этого я и хотел. Да, да, спасибо. В боксе не важны объемы. У нас выносливость. Я говорю еще раз, это не для того, чтобы попонтоваться самому, какой я кузой. Я думаю, что у него будет определенное понимание и может быть изменение какое-то в тренировках для того, чтобы увеличить именно этот аспект. Только для того, чтобы поднять то, что он умеет уже хорошо. Обязательно. Я говорю, только для того, чтобы проверять себя. Вот оказывается, видишь, нет выносливости. А это тоже где-то может быть маленький такая, стрижочек, который не хватает ему для решения еще какого-то успеха в его деле. Кстати, как вам, ребятки, форма от Олимпа. Мне кажется, что в футболе можно заниматься, что единоборство не очень удобно, подойдет для любого вида спорта. меня зовут Костя. Что важно в вовсе? Умение дышать, это очень важно, умение дышать. Потому что как только ты сбиваешь дыхание, ты все вся сила. А что такое умение дышать? Это что такое? Контроль своего дыхания. Я, например, видишь, мы приблизительно одинаково работали, я не сбил дыхание вообще. Я научился это делать. Одно из ударов на выдохе. Как-то так, да? Так, умение дышать. Как вообще удар ставят бойцы? Удар ставят? Да. Ну, сначала техника. Техника нанесения удара. Поэтому потом... Сначала на воздухе отрабатывать? Обязательно на воздухе, на мешочке отрабатывать, да. Очень важна техника. Почему? Потому что прежде всего не получить травму. Тарас, для тебя это очень важно. Моя задача, смотри, показать тебе, что бокс, я тебя сейчас увижу и увидишь, это интеллектуальный определенный вид спорта. В том отношении, что важность... У меня такая фраза есть. Бокс не шахматы. Тут думать надо. Быстро. После этого еще один уклон и три удара слева, левой, правой, левой. Более. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Раз, раз. Раз, два, три. Супер. Нормально? Офигенно. Я, аж прям заблудился, наконец-то проснулся. Вот как надо просыпаться, да? Костя, расскажите, пожалуйста, про вашего сына и просто подписан, наблюдаю очень яркие победы у него. У сына? Он где живет, сейчас Россия или где? В Австралии. В Австралии там. Он никогда не жил в России. Кстати, сегодня вечером будет объявление только о предстоящем бое. Бой будет проходить 31 марта в Нью-Касле, это недалеко от Сиднея. Да какой по счету будет у него профессиональный? 17-й. 17-й. Да. Понял, 16-0-6? 16-0, да. По-моему, 13 побед нокаутом. Теперь все, давай встань в стоечку. Как тебе удобно? Руки. Вот переведи вес тела на заднюю ногу. Вес, вес тела. Только вес, не все-таки не переведи, а вот просто вес тела. Вот тебе так удобно? Вот сейчас удобно. Боевое нормальное состояние? Кажется, да. В чем я вижу тебе неудобства? Ты стоишь очень параллельно ко мне. Все тело. Заведи левое плечо на меня больше. Значит, ты ногу дальше назад. Вот так, вот так тебе неудобнее? Ну, так удобно, да. Вот так тебе должно больше удобнее. Первый для носения удары левый. Всегда все начинается с передней, да. Вот не под шагом, а вот только вот это движение. Не заводи слишком, правое плечо очень далеко уходит назад. Причина, если ты хочешь потом сделать правый удар, то это слишком долго. Вот, видишь, плечо у меня на месте осталось. Ошибка, вторая ошибка сразу. Когда ты возвращаешь руку назад, ты ее прямо поставил к подбородку. В чем неудобство, давай ставь. Верни. Попробуй ударить левой. Она сюда должна уйти? Она ударит чуть-чуть вперед. Вот тут, во-первых, я на тебя пошел, ты ее просто в обводку обвел руку. У тебя есть маневренность, у тебя есть определенное движение. Как только так встал, вот такой чисто наложил руку, все, ты уже ничего не можешь делать. Сам себе неудобства делаешь. Давай отработаем три защитных действия. основных. Это уход назад, уклон на одну ногу и уклон на другую ногу. Это три самых простых действия, которые новичкам, начинающим. При нанесении удара возвращаешься вот такой траектории. нужно возвращаться в той же траектории, что нанес. Для того, чтобы при защитном действии тебя могут сразу защититься. Если рука опустилась, у тебя дольше времени, чтобы вернуться. Поэтому удар вернулся. Прямо назад, просто назад. Ты сделал действие, твой соперник делал контрдействие. Защитное действие. Ты делаешь ответку сразу. И получается удар, ушел и опять удар. Вот это первая комбинация. Самая простая, но ее очень мало пользуются. Удар, удар. Удар, защита, удар. Это получается, если я первый бью, удар, ушел, удар. Поэтому не обязательно уводить руку полностью назад. Тебе ути нужно защитное действие. Так как у тебя правая рука здесь, от передней руки ты защитишься даже этим. Но тебе ответить намного легче, если рука дальше у тебя находится. Понял, да? То же самое, только побыстрее. Ту-ту-ту. и закручиваешься. Чувствуешь? На меня покрутил. В чем это заключается? В чем заключается ошибка? Например, нанесение этого удара левой бьешь, да? И идешь сюда, в эту сторону. Смотри. Ты меня делаешь левый удар, а сам идешь в эту сторону. Я тебе просто делаю уклон и делаю кросс навстречу. Ты пропускаешь удар. Поэтому стараться при движении не заходить в сторону. Следующее защитное действие это уклон на заднюю ногу. Оно делается уклон, завод плеча немножко, сейчас хорошо было, да. А сейчас было, смотри, как удобно с правой руки. У тебя очень хорошее действие, очень редко так получается, поэтому чуть-чуть подлиннее руку вправо выкини. Длиннее еще. Ага, вот, еще. Во-первых, расстояние у тебя хорошее было. Если мы говорим о дальней дистанции, у тебя с дальней дистанции, с длинной дальней дистанции ты можешь донести удар. Смотри, удар. Раз, два. Контрдействие мы сделали от после уклона левы на правую ногу. Сейчас тоже самое делаешь на левый боковой. Смотри, как получается. Раз, два, три. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Он даже не в перчатках, а когда он начинает бить просто так, как бабочку, уже неприятно. во время усталости, техника начинает ломаться. И очень важно поддержать ее на том уровне, который должна быть. Нельзя допускать ошибки. Это как у нас в бодибилдинге. У нас же тоже очень важно технически правильно делать. Только у вас просто техника ломается, а у нас потом могут и руки ломаться. На неправильную мышцу пошло движение, поэтому когда дергание, да? Да, просто в бодибилдинге просто травму можно легко если работаешь на трицепс, не включай другую мышцу или на бицепс. Правильно? Да. Что бы я без BCAшек делал? Уже помер бы, наверное. Я обычно пью три порции BCA. Это получается у нас сколько? Одна порция 10 грамм, 30 грамм будет BCAшек. Такая некий свой порция, но это на всю тренировку. Мне хватает, реально, не знаю, заряжает меня силами прям как не себя. Кстати, сегодня мы это проверим на тренировке с одним легендарным бойцом. Посмотрим, хватит ли мне меня и этих BCA для того, чтобы выдержать всю эту тренировку. В чем еще плюс блогинга? То, что тебе не отказывают такие люди в съемках. Это просто... Я когда в детстве смотрел бои Константина, я даже не мог себе представить, что с ним когда-то буду стоять на одном ринге и он мне будет давать мастер-класс. Честно, я сам себе сейчас завидую просто. Двойка. Раз, два, левый, правый. Время! Найс! Давно такое издевательство над собой не терпел. Хотя где-то 180 пульс. Пока. Спасибо. Жмем в руки. Спасибо большое. Ну что, друзья, время апогея сегодняшнего видео. Я обещал вам показать свою форму. Почему я хочу вам показать? Потому что сейчас я нахожусь в межсезонье. Я на отдыхе. Два месяца пошло с момента последнего моего соревнования. Я тренируюсь, как вы уже поняли из контекста, да. Ну, тренируюсь просто по кайфу. Хочу тренируюсь на самом деле, хочу не тренируюсь. Три дня сейчас вообще не тренировался. Потому что там холодина на улице, у меня что-то, соболи потекли. Думаю, лучше перестрахуйся и отдохну. Ну вот. К чему я это показываю? Потому что каждый из вас, кто в течение продолжительного времени просто тренируется, в хорошую форму. Не хуже, чем у меня сейчас. Я вам сейчас все покажу. Так я выгляжу в своей самой худшей форме в своем межсезонье. Надеюсь, я немножко вас замотивирую. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, наше видео подходит к концу. Оно было достаточно длинным. Надеюсь, вы его досмотрели до конца. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Пишите ваши комментарии. Я их обязательно буду читать. И возможно, уже через месяц я сниму очередное видео. Мне будет очень приятно, если вы оцените мою форму, которую я показал вам в сегодняшнем видео. Самое главное, она вас хоть немножечко замотивирует ходить и тренироваться в тренажерном зале. Спасибо вам большое. Лайк, подписка, колокольчик. До встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok